Индустриальная революция. Ну, я в дополнительных клипах обычной биографии излагаю, но иногда общие процессы. Вот индустриальная революция – это явно общий процесс, который шёл уже во второй половине XVIII века точно, и шёл ещё весь XIX век, поэтому надо обзорный клип. Значит, основное последствие индустриальной революции – это переход общества из аграрного в индустриальное. У меня тут есть кое-какие клипы, где я общую типологию общества рассказываю, там всю общую историю и так далее. Много позиций по этому поводу. То есть, вот эта вся марксистская у нас распространённая концепция, конечно, не работает, прорабовладельческий, феодальный, капиталистический и коммунистический строй. Но вот наиболее такая общепринятая и явно связанная именно с экономикой, если уж говорить про объективность, это такая концепция, что у нас есть общество было аграрное, аграрного типа. Ну, с разной стадии проходило, там ранее аграрный, когда не было городов, потом развитое аграрное общество, когда города есть, позднее аграрное общество, это вот как раз где-то 16-17 век. Они отличаются, но по сути, по своей, это всё разные этапы аграрного общества, когда основное производство осуществляется крестьянами в деревнях и преобладает, вообще говоря, натуральное хозяйство. А вот как раз в 18 век возник новый тип общества, индустриальное, когда основное производство осуществляется в городах, на заводах, массовое производство. Ну и сразу произошли резкие изменения, собственно, в общественном сознании, которые уже на самом деле налицо. То есть просто процессы происходят параллельно, те вот эти все новшества 18 века, которые я описываю, распространение атеизма, распространение либеральных идей и так далее, уже отражают то, что уже началась промышленная революция. И в 19 веке всё это сильно обострится. То есть будут всевозможные новые концепции в философии, в культуре, в политике. И все они, на самом деле, связаны также с экономическим развитием. Что там первично, что вторично, это вопросы по типу курицы и яйцо. На самом деле они шли параллельно. То есть, допустим, развитие научного метода – это всё-таки фактор, который предшествовал индустриальной революции. То есть без научного метода нельзя было научную революцию сделать. Или там освобождение от власти религии тоже необходимо для того, чтобы массовую революцию промышленную. Но с другой стороны, когда она шла, она усиливала эти изменения. То есть нельзя эта группа понимать, вот как марксисты тоже понимают, что только экономика определяет. Они параллельно шли в истории Европы. И ряд изменений в культуре предшествует изменениям в экономике. Ну и наоборот тоже. Вот так всё вместе, короче, закрутилось. Индустриальное общество характеризуется урбанизацией. То есть все переселяются в города быстрым экономическим ростом. Потому что до того не было быстрого увеличения объёмов производства. Для аграрного общества не характерно. Быстрым ростом населения за счёт того, что жизненный уровень населения резко растёт. Они быстрее размножаются. Это всё индустриальное общество. Индустриальное общество нельзя отождествлять с либеральным капитализмом. Потому что это только та форма, которая была в Европе. Индустриальное общество может быть в условиях авторитарных режимов. Но к этому я ещё дойду. Хотя началось оно в условиях именно либерального демократического капитализма в Великобритании. Промышленная революция началась в Великобритании. Поэтому если мы говорим о факторах, почему началась индустриальная революция, то всегда рассматривают именно Великобританию. Какие там факторы важны, какие не важны были. Ну и нужно сказать, что фактор ограбления колоний всё-таки явно не важный. Потому что вот ещё часто говорят, что индустриальная революция началась потому, что ограбили колонии страны Азии, Америки, сосредоточили огромные богатства и начали индустриальную революцию. Почему это не так? Потому что Испания ограбила ещё лучше. Испания ограбила всех индейцев, все их богатства вывезла, золото и что она сделала? Ничего. Если бы колониальная эксплуатация приводила немедленно к индустриальной революции, то её бы Испания осуществила ещё в 16 веке. Но ничего там не произошло. Наоборот, ограбив все колонии, она стала беднейшей страной Европы чуть ли. И Португалия тоже. Поэтому, конечно, Великобритания грабила колонии. Но, кстати, сравнительно недавно она вышла на эту тропу. И как раз во время промышленной революции были у неё плохие колонии. Она хорошие колонии захватила уже по ходу промышленной революции в Индии, Великобритании. Ну и в Африке и везде тоже. То есть колониализм в Британии не только не предшествует революции, промышленная скорее из неё следует. Также у нас всякие реакционеры, попы, сторонники аристократии, сторонники деградации. Они обычно связывают промышленную революцию с протестантизмом. Вот, дескать, в Англии был протестантизм. Протестанты это какая-то особенная религия, которая, так сказать, воспитывает всех. В духе трудовой этики. Это, кстати, немцы, лютеране это всё придумали. Я ещё дойду до этого Вибера и раскрою его ложные взгляды. Тоже не работает. Потому что, во-первых, протестанты были везде. В Норвегии тоже были протестанты. А что в Норвегии тогда нет революции? Или в Финляндии были протестанты. А что они там, значит, ткацкую машину-то не придумали с их трудовой этикой? Придумали вот эту всю историю про протестантов, вообще-то немецкие лютеране. А что в Германии-то у вас тогда революция? Вы же там и придумали этот протестантизм. Почему, если протестантизм вызывает промышленную революцию, почему он не возник, опять же, в XVI веке, когда действовали лютер, кальвин? И почему он не возник в Швейцарии, в Германии, в основных центрах реформации? Аналогичный вопрос с колониализмом. Тоже явно не работает это. То есть протестантизм не является фактором промышленной революции. Но возник он, он в какой-то степени он ослабил, на самом деле. Потому что это более дешёвая религия. Протестантизм ослабил влияние религии на промышленность, и тебе этим помогал. Но в качестве основного фактора явно не выпустил, не выступил. Потому что иначе было бы промышленная революция в Швейцарии, там, где началась протестантизм. В Швеции, где тоже очень ранний протестантизм. Почему там ничего такого не было? Второй аргумент. В XVIII веке, когда шла промышленная революция, вся элита интеллектуальная не были христианами вообще. И прямо об этом говорили. Вот я уже тут целую галерею всех этих портретов вывел. Ни один не является христианином вообще. Они либо атеисты, то есть вообще Бога отрицают, либо они деисты, то есть считают, что Бог мир сотворил, а потом в него не вмешиваются. Коррелирует промышленная революция с атеизмом, а не с христианством. Вот параллельно с промышленной революцией в XVIII веке был повальный материализм и атеизм. И именно вот это и является идеологией. Ребята, промышленная революция и капитализм. А не протестантизм. Протестантизм это идеология немецких феодалов XVI века. А вот атеизм, материализм, деизм, это идеология демократической буржуазии XVIII века, с которой она сделала сначала промышленную революцию, а потом и многочисленную социальную революцию в Европе. Ну, с этим и позже будем встречаться, что все основные лидеры всевозможных революций и промышленных, и социальных, не только к христианству никак не относились, и к протестантизму, но агрессивно против него выступали, и революции социальные в Европе обычно сопровождались резкими действиями по отношению к религии, вплоть до физического уничтожения священников. В этом мы, конечно, будем говорить. Просто сейчас вылазят все вот эти, которым не нравится развитие, и приплетают опять религию. И религия, все, в 18 веке умерла. Ницше потом еще писал, все, бог христианский мертв. Ну, вот это, значит, те факторы, которые точно не имеют отношения, а вот есть факторы, о которых дискутируют. Какие более серьезные, которые явно имели отношения, но дискутируют об их важности. Например, есть такой Джон Хиггс, который исследовал промышленную революцию, называет такие факторы. Формирование институтов, которые защищали от частной собственности, контракты. Это очень важно. То есть, что договора соблюдаются. Потому что иначе работать нет смысла. Если я, допустим, договор заключил, отработал, а мне потом денег не заплатили, какую-нибудь хуйню религиозную налепили, да, и не заплатили. Зачем мне тогда работать? Вот, кстати, почему я в России почти не работаю? А контракты плохо гарантированы, я даже не уверен там за свое имущество. Опять там какую-нибудь расскажут, там надо срочно все это самое конфисковать, потому что мы пойдем там что-нибудь захватывать, там нам угрожают страшные фашисты и так далее. Какой мне смысл в таких обстоятельствах работать? Конечно, я работаю только на выживание, да, то есть, чтобы выжить, ожидая, что может быть что-то изменится. Вот в Англии можно было работать не на выживание, а на перспективу, потому что государство защищало, значит, всевозможные контракты. Если сколько человек, так сказать, наработал, это все будет его. Поэтому был смысл работать. А у нас в России нет смысла работать. Формируется рынок различных факторов производства. Допустим, земля была в свободной продаже в то время. Широко применялся наемный труд, принудительный труд не применялся в Англии, а в колониях применялся. Вот поэтому спорный, кстати, тезис, что в колониях-то было рабство. Ну вот, в качестве одного из факторов называют то, что наемный труд в Англии преобладал, как более эффективный, чем рабский. Ну и, естественно, развитие науки. То есть, без научного метода, конечно, не было бы. Промышленной революции-то голова по-другому работала, до того, как научный метод пошел. Голова работала так, что надо пойти там, по пузу платить, башкой побиться там об землю, и вот как бы все будет хорошо. Научный метод предполагает, что не будет хорошо, и вообще к папу ходить не надо, надо станок придумать, токарный. Вот, тогда будет лучше. Поэтому без научного метода тоже не было. Промышленной революции-то эти все факторы верны. И Хиггс считает, что технические изобретения не так важны. Тем более, ряд из них были сделаны раньше, но не применялись. Есть альтернативный взгляд, допустим, Валерстайна, который считает, что важным фактором был протекционизм. То есть, Англия запрещала ввоз иностранных товаров всеми способами и поддерживала развитие промышленности внутри. Вот они считают, что вот это важнейший фактор, и в результате быстро развивалась именно английская промышленность. А все остальное там по типу этих гарантий это менее важно. Потому что определенные гарантии были всегда этим работникам, торговцам. Еще интересный факт, что в марксизме и у нас, соответственно, в нашей вульгарной историографии российской считается, что было некое первоначальное накопление капитала, то есть вот грабили колонии или друг друга накопили капитал и на эти средства строили предприятие, что якобы индустриальная революция предшествовала первоначальному накоплению капитала. Тоже неверно. Были конкретные исследования, кто это делал. Это делали небогатые. То есть все вот эти крупнейшие изобретения, я тут тоже, в принципе, же перечисляю этих всех инженеров там и так далее. Это делали люди из среднего класса, у которых не было серьезных денег, и как правило, они их занимали. Все фабрики, там эти станки придумали люди, которые хотели разбогатеть, такие как вот УАД. Вот он был бедный, такой инженер, он хотел разбогатеть, он вошел с предпринимателем там в партнерство, они разработали правую машину и разбогател. Вот это типичный пример. То есть они все выходят из крестьян, из ремесленников, из мелких торговцев, и никакое там ограбление колоний никак на их жизнь не влияло. Они занимали деньги и на эти деньги строили предприятие. То есть наоборот, это бедные все сделали, промышленную революцию. Ну это понятно почему, потому что богатым и не надо. Бедным было надо, чтобы из бедности выбиться, они строили фабрики. Ну и также борьба с монополиями велась. Безусловно, либералы были у власти в Англии уже давно. Поэтому либерализм, как идеологию, демонополизацию, это тоже считают важным фактором. По крайней мере, промышленная революция на ее первом этапе. Но потом либерализм не всегда совпадал с индустриальной революцией. Об этом тоже нужно сказать. Об этом я буду много говорить. Особенно в России. Россия всегда сверху все, в том числе и промышленную революцию осуществляли. Значит, в чем заключаются ключевые изобретения 18 века, после которых нужно говорить уже о промышленной революции. То есть, вот сейчас от исторических факторов к конкретике переходим. Во-первых, изобретение безусловного парового двигателя. Первый насос в 1699 год теоретически разработал Дени Поппен, о котором я говорил. Но практическую машину фактически сделал Томас Ньюкомин 1712 год. Она ограниченно применялась для откачки из шахт воды. Реальную машину, которая могла везде применяться, разработал Джеймс Уад. Он это начал с 65-го года, как я уже говорил и про Джеймс Уад, тут уже есть сюжет. Окончательно его машина смогла работать на заводах примерно в 75-й год и в 1780-е они уже начали промышленное производство паровых машин, которые ставились на станки. То есть, основное, вообще, помимо того, что он в 4-5 раз поднял производительность Уад, он сделал так, что она не просто двигала, у него было поступательное движение поршня у Ньюкомина. В результате она была насосом она только качала. А Уад сделал, что она вращала, вращала. А основные все станки, там, мельница, там, токарный, это таки, ткацкий станок, они были основаны на вращении. То есть, паровая машина вращала некий такой вал, да, и станок работал. Вот вращательное движение позволило то, что вот это поставили теперь уже на заводах станкам. ну, они их быстро производили, вот на этом разбогател, как я говорил, параллельно, что развитие станков, о котором я тоже скажу. В принципе, весь XIX век переходили на пар, где-то в конце XIX века завершился этот переход, то есть, особенно там в России, в США, которые, кстати, отсталые были, еще длительно использовалась энергия воды. То есть, до паровых машин крутили вал, вода крутила вал, как я уже рассказывал про Петровские заводы, да, вода крутит вал, и от вала работают дальше станки. Производительность такой системы была очень низкой. Когда к валу поставили паровую машину, это уже работало довольно быстро и много производило. Но к этому переходили постепенно, вот в течение примерно 100 лет, после того, как саму эту машину уже довели до нужной кондиции. Текстиль. Первоначально текстильное производство осуществлялось вообще на дому, сидели индивидуальные ремесленники и чесали шерсть. 1733 год летучий челнок разработали. В 1741 году открыли первую фабрику с предельными машинами, то есть, где не люди сидели и пряли, а где стояли машины. Крутил там колесо ослик. Но к концу 18 века будет паровая машина крутить. Важной вехой индустриальной революции считается изобретение ткачом Джеймсом Харгривсом в 1765 году механической прялки Дженни. Там было 16-18 веретен, она позволяла массовое производство, массовое предение осуществлять. Базируясь на этой прялке начали строить текстильные заводы, большей частью от воды они работали. в 70-е годы, 1770-е, они еще работают от воды, но ткацкие станки там уже стоят, которые массовое производство осуществляют. Это приводило к разорению всех этих ремесленников, которые раньше на дому этим занимались, они становились рабочими, то есть они начали работать на текстильных заводах. Получается такая типичная для индустриального общества структура, капиталисты и рабочие. Ну, когда заменили сразу, кстати, между прочим, УАТ сразу выпускал еще с 75-го года именно на ткацкие станки. Когда заменили на пар, на паровые машины, то очень быстро пошло и ручное ткачество полностью исчезло прям моментально. Уже с 1775-го года инженер УАТ разрабатывает паровые машины специально для текстильных фабрик, чтобы они там крутили вал, от которого работают механические прялки. Это привело к резкому росту текстильного производства, особенно в Англии, и вот эта дешевая и качественная ткань из Англии, она на всех европейских рынках тут же все вытесняла, потому что это в десятки раз было дешевле, чем человек, если работает. Значит, развивалось машиностроение. В начале 18-го века еще изобрели токарный станок, который, как обычно, работал там у них от воды. Потом они его поставили на пар, изобрели фрезерный станок, и развитие станков, оно помогало быстро делать эти паровые машины. То есть, с одной стороны, паровая машина крутит вал токарного станка, а с другой стороны, сам факт, что работает токарный станок, он позволяет точно делать и быстро детали для самой паровой машины. То есть, одно другому тут помогало. Уже к началу 19-го века на некоторых производствах применяется поточное производство со стандартизацией. В Англии, конечно. Это потом будет очень перспективно. То есть, что-то типа конвейера такого примитивного, но только в Англии в начале 19-го века, конечно. Это Брам, Моцли, но я буду рассказывать подробно про всех изобретателей ключевых, конечно, очень важно, все это преобразовало мир реально. А болтовня попов в течение тысячи лет только задерживал наше развитие. Поэтому попов сразу гнать надо. Ничем они не помогли. Помогли инженеры, помогли рабочие, которые на этих заводах работали. Вот они значительно улучшили жизнь людей. Реально, а не на словах. Металлургия. Металлургия основана на чугуне. 1709 год. Абрахам Дарби использовал кокс для получения чугуна в доменной печи. Сначала из чугуна они делали кухонную утварь всевозможную. Потом они все более сложные конструкции. В частности, 1778 год построили железный мост, полностью состоящий из металлических конструкций. Значит, усовершенствовали они все больше производства этого чугуна. В частности, ключевым являлся процесс подлингования 1784 год, про который я подробнее уже расскажу. развитие металлургии позволило не вывозить никакое шведское железо в Великобритании, сама себе обеспечивала и даже начала его выводить. Производство металла связи с тем, что все больше машины, машины, производство металла резко росло в Англии весь 19 век. Англия начала экспорт железа и чугуна и тоже он все время рос и рос. То есть, ключевым таким фактором, который позволил производить машины, они уже во всех сферах производства внедрялись, это было развитие металлургии и поэтому вопросу тоже Англия в первые ряды вышла. То есть, в первые ряды по текстилю из-за машин, в первые ряды по металлургии потому что машины всем нужны будут ей и так далее. Все, Англия стала ведущей индустриальной страной уже к началу 19 века и весь 19 век она держалась в таком качестве. Сразу возникла проблема транспорта, потому что использовалось в производстве каменные угли и железа. Их надо было возить на фабрики. Сначала строили каналы, по каналам быстрее было по воде. Потом в 19 веке уже изобрели паровозы и пароходы. Но про это я отдельно расскажу. Но в это входит развитие транспорта и прежде всего железная дорог входит в индустриальную революцию. Связь гораздо позже. У них в качестве связи выступал телеграф в 19 веке. Но до 19 века если я дойду, если меня реакционеры не уничтожат российские, я расскажу про телеграф. Параллельно еще в 18 веке идет развитие химической промышленности в частности. В 1746 году совершенствовали производство серной кислоты, что позволило серную кислоту в промышленных масштабах производить. В 1791 год разработан метод промышленного производства карбоната натрия. Карбонат натрия используется для изготовления мыла, стекла, бумаги, текстиль. Серная кислота производства соды и самое главное за счет серной кислоты они чистили ржавчину с металла в тот период, а все было металлическое, все, что работало в серную кислоту было нужно очень. Но про успехи в химии я еще много буду говорить, поскольку у меня уклон все равно биологический и с химией я ближе, конечно, чем с физикой, поэтому про химию я буду подробнее рассказывать еще и про чего еще там наизобретали. К чему это все привело? Резко изменилась структура населения. Европейцы все из деревень переехали в города, ремесленники всевозможные разорились, крестьяне большей частью тоже все стали работать на фабриках. Первоначально, кстати, и в России тоже рабочие имели огороды. Вот когда первоначально индустрия в России идет, он частично работает на фабрике, а частично у него где-то там рядом в деревне, родня и огородик. В Англии тоже так было, оно очень быстро прекратилось. То есть уже в 19 веке у нас промышленные рабочие, у которых нет времени на огороде работать, они по 12-15 часов вкалывают, и кроме того, их все равно города снабжаются продовольствием очень хорошо за счет успехов в науке и в технике. Поэтому сначала идут такие полу, в первом поколении такие полурабочие, а где-то через 2-3 поколения формируется рабочий класс профессиональный, ничего не занимается, только на заводе работает. Для 19 века первоначальная урбанизация осуществлялась в ужасных санитарных условиях. Они жили там буквально на одного могло быть две койки на одного человека. Во всяческих подвалах в Лондоне, в этих крупных индустриальных центрах в Великобритании, которые первыми возникли, рабочие жили в ужасных условиях, в бараках и так далее. И это, кстати, характерно и для России, для первоначального периода индустриализации. это приводило к всевозможным эпидемиям рабочих, вообще им было плохо, но тем не менее все равно голод гнал людей на эти фабрики, эти заводы. Выглядело это ужасно, но за счет этого и произошел подъем промышленный. Но, надо сказать, они и рабов в колониях тоже в ужасных условиях держали, то есть большинство населения жило довольно плохо все равно при индустриализации, хотя и положение трудового народа тоже улучшалось, тем не менее, от индустриализации. Первоначально они работали пока солнце светит, известная пословица, что работаете негры, солнце еще высоко, но потом придумали газовое освещение и капиталисты заставляли вкалывать круглые сутки. Во Франции к середине 19 века был рабочий день по 15 часов, на английских фабриках в начале 19 века 12-часовый рабочий день, заставляли работать по всем религиозным праздникам, так как капиталисты в религию не видели, как я уже говорил. В общем, все было довольно ужасно. Начал применяться женский труд, хотя ранее женщины не работали в аграрном обществе, и детский труд, потому что он был дешевле. В Великобритании в начале 19 века были случаи, что дети на рудниках работали с 4-5-6 лет. Все вот это ужасно, и на эти ужасы упирали всевозможные социалисты. То, что развитие промышленное явно идет, но те люди, которые все это делают, рабочие, они находятся в ужасном положении, живут в каких-то подвалах, затопленных водой, работают женщины и малолетние дети и так далее. Против этого все возмущались. Нельзя сказать, что там все прямо приветствовали. Распространялись идеи социалистические, что это тоже люди, надо улучшить их положение. И шла борьба за это, о чем я подробно расскажу. Социальные протесты в таких условиях, когда сильное расслоение, сильные люди сильно скучиваются в одном месте. Весь 19 век это век революции. Массовые социальные протесты, в которых часто участвуют эти самые рабочие. И пока Карл Маркс вообще не сообразил, что на рабочих надо опираться, они самые проигравшие в этом обществе, поэтому самая революционная группа. Во многом приметен к 19 веку Маркс прав, но об этом я еще поговорю. Ну, в общем, возник пролетариат. Где-то так уже в Англии, наверное, конец 18 века пролетариат есть. Пролетариату плохо, и он будет пузить по всей Европе. Это да. Тем не менее, качество питания улучшилось у людей. Санитарные условия так или иначе улучшивались. Медицинское обслуживание, в том числе рабочих, появилось и улучшалось. Массовое производство привело к тому, что многие вещи дешевели. Было проще купить там еду, одежду и так далее. Это привело к демографическому взрыву. То есть, живут-то они их, но размножаются они лучше, потому что раньше они просто от голода умирали и холода. Примерно за 100 лет население Европы в три раза увеличилось, и с тех пор так и идет демографический взрыв. То есть, несмотря на все эти ранее описанные трудности, промышленная революция привела к улучшению положения трудовых людей и, соответственно, к резкому росту населения. Причем, поскольку большинство представляли собой опять же трудовые люди, в основном росло за счет пролетариата, ремесленников, там всех вот крестьян и так далее, вообще за счет нижних классов. Это к социальным к чему привело? Они все больше за свои интересы боролись и предъявляли. Их обучать начали. А, ну, кстати, да, вот началось всеобщее образование, потому что надо, лучше образованный рабочий лучше работает даже вот на тех станках, которые были, чем не образованный. Начали систематическое массовое образование, в том числе пролетариата. Это приводило к тому, что пролетариат свои интересы начал лучше осознавать. Религия тоже практически весь XIX век серьезно никак не воспринималась, от религии их отучали. Хотя были эксцессы внезапные, с ростом всяческих сект, о чем я расскажу. Но, как правило, все равно религия уходила из центрального такого общественного сознания на периферию. Все, в результате они боролись за свои уже реальные права, о чем я тоже буду говорить. Профсоюзы, рабочее движение, левое, это все тоже следствие индустриальной революции. Университеты достались от средних веков. В XVIII веке продолжали какие-то догмы долбонить. Вот, кстати, я рассказал, опять же, много биографий лидеров просвещения, никто из них в университете не обучался. То есть, в XVIII веке университеты были отсталыми, и все эти их научные степени только означали то, что он там выучил какую-то схоластику, не имеющую отношения к жизни. Все станки, заводы создавали крестьяне, у которых тоже никакого-то университетского образования не было. Однако, давление индустриальной революции привело к тому, что университеты начали реформироваться, там начали вводить хотя бы технические науки, и они начали приспосабливаться к жизни. Но нужно зафиксировать этот факт, который самими же университетскими всякими профессорами в Америке и в Европе отмечается, что ученые степени ни о чем не говорят. Университеты всегда идут в задницы общественного прогресса. Кто основной прогресс осуществил? Инженер, ват, ткач, который придумал прялку. А эти говнюки в университетах как пердели за свои эти ученые степени, так и пердели. Они потом лет через сто уже будут приспосабливаться к тому, что сделал этот ткач. И то же самое и для теперешних университетов характерно. По большей части они это ненужные паразиты, которые все равно идут в хвосте прогресса. Кто идет впереди прогресса, интернетчики. Ну, об этом я еще скажу. Я просто о том, что относиться к этим статусам научным нужно с презрением. Они никогда не работали и в период индустриальной революции они тоже это показали. Толку от этих университетов было ни на хуй собачий. И потом они уже под влиянием предпринимателей, под влиянием индустриального развития вводили просто какие-то курсы. Наука приспосабливалась академическая к тому, что происходит в реальности. И так этим и продолжилось. Ну, все-таки из образования нужно сказать, что индустриальная эпоха приводит к массовому образованию. О чем я тоже поговорю, если все будет благополучно, я там расскажу про основных теоретиков массового образования. Это да. Ну, вот это вкратце. Обязательно нужно было об этом сказать. Очень важный процесс, который будет влиять на все. И его никак нельзя распихивать по годам. Надо еще о чем сказать, чтобы потом была вторая промышленная революция, о которой я поговорю. Это конец 19 века. И мы сейчас живем в период третьей промышленной революции внедрения информационных технологий. Но я надеюсь когда-нибудь до нашего времени дойти и тоже обо всем сказать. Есть теория, что скоро будет четвертая промышленная революция, но это пока неизвестно. Пока что у нас было три промышленных революции. И вот первая это конец 18 века уже в Англии происходит, а потом перебрасывается и на континент.